27 января – знаменательный день в истории нашей страны. Россияне отмечают День воинской славы, день полного освобождения Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками. В Славянском районе ветеранов-свидетелей событий того героического времени осталось всего трое. С одним из них встретились Тина Капачевская и Игорь Ванчугов. Жизнелюбию и оптимистичному отношению к жизни Ольге Васильевне Степченковой можно поучиться. Каждый новый день она начинает с улыбки и дарит ее окружающим. В свои 92 года она самостоятельно убирает квартиру, управляется по хозяйству и везде у нее царит идеальный порядок. Глядя на эту жизнерадостную женщину, трудно представить, что 71 год назад ей пришлось пережить страшные картины боевых действий, развернувшиеся в Ленинграде, голод и лишения. Повестку на фронт она получила в 1942 году, когда ей было всего 17 лет. Ольгу Васильевну направили в Ленинград. Служила в 176-й отдельном инженерном батальоне. Была сапером-минером. Все было тяжелое. Девчатам, да еще всякая тяжесть, все было тяжело. Но мы же были настроены так. Никуда мы на передовую не ходили, мы только шли. Нам поручали, привезут нас куда на определенный участок, разминируем. Или где-то надо заминировать, заминируем. А так еще поручали работу какую-то. Везут нас, куда нас везут? На машинах. Где какая работа, там, ну, по нашей, в этой специальности. Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо вокруг города замкнулось почти на 900 дней. Продовольствие и медикаменты доставляли по льду Ладожского озера. Целый город оказался заблокирован, вспоминает Ольга Степченкова. Начавшийся голод, усугубленный бомбежками, проблемами с отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей среди жителей. 250 грамм хлеба – такова была порция на человека. Война войной, а кушать хотелось всегда, рассказала Ольга Васильевна. Поэтому приходилось выживать любыми способами. Мы же когда разминировали, у нас взрывчатка была, и он, значит, приготовили взрыв-пакеты. Девчата, кто со мной поедет рыбачивать? Я поеду. А сама лодкой ни разу не управляла. Но мы взрывчатку бросим, рыбу-то оглушим, она всплывет наверх, он соберет. Потом, через какое-то время, когда собрали, вторую опять, вторую мину бросить, третью, набрали рыбу и приехали. Участники тех событий переносили все эти муки, страдания, лишения, одним словом, выживали на фронте. Ольга Васильевна и ее боевые товарищи выполняли задания командиров, рыли траншеи, проверяли участки на мины и обезвреживали их, рискуя своей жизнью и теряя друзей. Зимой по льду, по Финскому заливу, без конца ходили войти, и они мины повесили. А мины были, видно, такого действия, что это не то, что это, которые в землю вставили мы, а то такого еще. Ну, немец, немец. И они, значит, в это, то подорвался старший сержант первый, а второй бежал на выручку ему, и он тоже подорвался. Прорыв блокады был совершен 18 января 1943 года. Однако полного ее снятия жители осажденного города дожидались еще почти год. 27 января 1944 года все подступы к Ленинграду были очищены от фашистских войск. За годы блокады в Ленинграде, по разным данным, погибли от 400 тысяч до полутора миллиона ленинградцев. Большинство из них скончались от голода. Тина Копачевская, Игорь Иванчуков, программа «События».